В 2021 году просим начать строительство первой очереди в Богучанском районе поисково-спасательного отряда, который сегодня там действует, но расположен в неприспособленном здании, бывшая ветеринарная станция. Это первое. Второе достаточно удалено от водных объектов и другие существуют проблемы для деятельности этого отряда. Необходимо более 40 миллионов, хотя сегодня в ходе обсуждения бюджета министр финансов, заместитель председателя правительства Бахарь Владимир Викторович сказал, что оказалось, что там пошло уточнение уже не 40, а 70 миллионов. Тем не менее, мы считаем, что это невеликие цифры в сравнении с многомиллиардным бюджетом Красноярского края, которые бы можно было проигнорировать с точки зрения спасателей. Ну и я выскажу собственное мнение. В данном случае я сегодня и министр финансов сказал о том, что, вы знаете, есть вещи, в данном случае это как раз поддержка вот тех наших учреждений, тех структур, которые занимаются безопасностью населения, когда дороже обходятся, когда мы игнорируем те или иные требования. Они должны быть максимально оснащены и не только кадрами, но и специальным оборудованием, средствами, чтобы с них можно было спрашивать. Это первое. Второе. Их деятельность, она, конечно, часто, нередко такая предупредительная, профилактическая деятельность. Своевременная реакция на те или иные чрезвычайные ситуации позволяет экономить колоссальные средства. Колоссальные. Я не буду называть цифры там. Сотни миллионов рублей мы теряем на пожарах, скажем. Ну и когда мы, скажем, закладываем, я уж одновременно скажу или просим включить в бюджет приобретения автоцистерн для пожарных ежегодно по 16 миллионов рублей для приобретения двух машин. Я не думаю, что это великие деньги, но учитывая, что состояние автотехники в противопожарной охране, ну просто аховое, выработало давно свой срок. И, возвращаясь к спасателям, мы попросили поддержать предложение цена вопроса где-то 9,5 миллионов рублей на ремонт, реконструкцию трех поисково-спасательных отделений. Тавканский, Девногорский и Шарыпова. Я полагаю, что это тоже не те суммы, за которые необходимо, скажем, состязаться, скажу так грубо. Поэтому вот в этой части, я надеюсь, что решение будет принято. Кроме того, благодаря, опять же, усилиям, усилиям комитета, поддержанным правительством края и, в первую очередь, министерством финансов, соответствующим совместителем председателя правительства, Анатолий Григорьевич Цикалов с нами здесь активно, нас поддерживает как куратор агентства по гражданской обороне. Мы серьезно обновили общими усилиями спецтехнику в учреждении спасателей. И вот по оценке специалистов, в целом она сегодня на предстоящий период удовлетворяет. Вместе с тем, там целый ряд есть проблем. Ну, назову лишь некоторые, там необходим ангар стоимостью 5 миллионов рублей для Красноярского поисково-спасательного отряда. Необходимо приобретение двух специальных автомашин. Ну, там где-то стоимостью чуть больше 2,5 миллионов. Ну, и целый ряд других. То есть, тем не менее, как я уже говорил, процесс обновления, он носит такой постоянный характер. И мы просим, ну, наряду с тем, что ряд сумм, соответствующих заложим для спасателя, заложить 15 миллионов на 23-й год, когда необходимость появляется замены наиболее там специфического, уникального оборудования для его замены. Пожалуй, вот это основные цифры, которые мы просили бы поддержать для данного учреждения.